Сотни юных спортсменов со всей страны и накал борьбы профессиональных соревнований. Волейбольный Кубок Дружбы – традиционный осенний турнир для самых молодых участников. Переденство России в этом году, несмотря на все трудности, получился самым масштабным в своей истории. Александр Шрудила расскажет подробнее. Подача, прием, атака и мяч касается пола. Скамейка запасных неустанно поддерживает игроков на площадке кричалками. Тренер выговаривает за малейшие оплошности и хвалит удачные действия. Соревнования идут пять игровых дней. Ребята начинают свой путь с квалификации, а затем проводят матчи по классической сетке плей-офф. Играют в двух залах юноши и девушки отдельно. Причем парни дебютируют на Кубке Дружбы в этом сезоне. Первое соревнование за шесть месяцев – войти в клею, чтобы сезон получился, и пригласили сюда. Пока период возвращения происходит, получается, недели две занимаемся. Занимались на улице, сейчас зал по утрам занимаемся. Ну вот после этого перерыва мы занимались дистанционно. Ну, много было потери, надо сейчас наверстывать. Чувствуется, конечно, что отстаем. В каждом регионе своя ситуация с тренировками и ограничениями. Кто-то едва возобновил занятия, а некоторые уже успели провести региональные соревнования. Тем сложнее была задача для организаторов – собрать ребят со всей страны. В итоге на Кубок переехали коллективы из 16 регионов. Всего 32 команды и около 400 участников. Есть команды, которые, ну, которые такие большие, там все кажутся, что ой, мы такие маленькие по сравнению с ними, как мы победим. А все равно потом собираешься и получается что-то. Ну, так, в принципе, несложно, мы стараемся. При этом заявок для участия в Кубке дружбы было больше – 44. Провести отбор в регионах организаторам удалось лишь на Алтае. Остальных участников отбирала экспертная комиссия. Допустить всех желающих не позволял регламент турнира. А главной задачей на время соревнований стало обеспечение безопасности всех участников. Мы закупали маски, санитайзеры, бесконтактные термометры. То есть мы обучали людей, мы отказались от волонтеров, потому что большое количество людей, которые могут немножко времени уделить, в данном случае плохо. Мы, значит, сделали команду, которая работает здесь, и которую мы могли обучить и сказать, чтобы минимальным количеством людей обеспечить максимальную безопасность. Вот, в общем, мы решили нестандартные задачи, которых на предыдущих турнирах не было. Если в предыдущих двух турнирах у девушек неизменно побеждал Тобольск, то этот сезон изменил ситуацию. Лучшей стала команда из Красноярска. Нешуточная борьба развернулась из-за звания первого обладателя Кубка дружбы у юношей. Триумф в итоге праздновали парни из Екатеринбурга. Многим участникам турнира предстоит в этом сезоне дебютировать в первенстве России. Соревнования запланированы уже в октябре, но их проведение зависит от эпидемиологической обстановки. На сегодня это все новости спорта. В студии работала Кристина Латом. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова